Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередной выпуск налоговых новостей, на этот раз за июль 2022 года. Представляет настоящий выпуск Юзвак Максим Васильевич. Перед вами слайд с информацией обо мне. Что касается плана настоящего выпуска, то в общем-то он традиционный. Сначала рассмотрим налоговые законопроекты, которые поступили в Государственную Думу в июле. Ну а в качестве центральной темы настоящего выпуска я предлагаю рассмотреть проблему учета операции по оставлению имущества за залогодержателем. Итак, что касается налоговых законопроектов, то вообще, как видите, их совсем немного, и это понятно, поскольку Государственная Дума ушла на каникулы. Но, несмотря на каникулы, все-таки кое-какие налоговые законопроекты в Государственную Думу поступают. Первый законопроект был подготовлен правительством Российской Федерации, и им предлагается установить новый инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Так, предлагается ввести правило, что законом субъекта может устанавливаться, что налогоплательщики, которые передают образовательным учреждениям, которые реализуют программы среднего профессионального образования, то ли бы иное имущество, в том числе денежные средства, такие налогоплательщики смогут уменьшать сумму налога, который поступает в бюджет субъектов, на соответствующие расходы. Ну, в целом цель соответствующей нормы понятна. Она направлена на поддержку среднего профессионального образования, поскольку в настоящее время наблюдается дефицит специалистов с таким образованием, ну и пытаются различными способами стимулировать развитие данного образования, в том числе налоговыми мерами. Следующий законопроект был подготовлен депутатами Государственной Думы, ну и фамилиям на сайте Госдумы можно понять, что это депутаты от «Справедливой России». Законопроектам предлагается ввести новый социально-налоговый вычет по НДФЛ, который будет заключаться в том, что налогоплательщик сможет уменьшать налоговую базу на расходы, которые идут на наем жилья. Пояснительные записки к законопроекту делаются упор на том, что сейчас в России около 5 миллионов семей вынуждены снимать жилье. Соответственно, в сложных экономических условиях необходимо поддерживать такие семьи, ну и в качестве поддержки предлагают ввести данный новый социально-налоговый вычет. Здесь следует заметить, что на данный законопроект есть заключение правительства, и правительство указывает на то, что в случае принятия такой нормы это повлечет потери для бюджетов субъектов. При этом авторы законопроекта не указывают, за счет каких источников компенсировать данные потери. В этой связи правительство выступает против данной инициативы. Ну и с учетом отрицательного заключения правительства можно предположить, что и большинство Государственной Думы вряд ли поддержит данные поправки. Так, ну о налоговых законопроектах все. Так, ну а в качестве центральной темы настоящего выпуска я предлагаю рассмотреть проблему определения налоговых последствий по ОСН при оставлении имущества за залогодержателю. Именно данный вопрос разбирался Верховным судом в деле торгово-рыночный центр на Северо-Востоке. Ну, прежде чем непосредственно перейти к выводам, к которым пришел Верховный суд, рассматривая это дело, следует поговорить о сути спор. Ситуация заключалась в следующем, что некая компания получала кредит у банка. И банк, выдавая кредит, ну понятно, устанавливал обеспечительные меры, в том числе в форме залога. При этом залог предоставлялся не самим должником, а другим лицом. Ну, в данном случае понятно, что это взаимозависимое лицо с должником. И в данном случае залогодателем являлся налогоплательщик. В дальнейшем кредит не был возвращен. Ну и понятно, что банк обратил взыскание на предмет залога. При этом, здесь важно опять же обратить внимание, что при обращении на предмет залога уже была начата процедура банкротства в отношении налогоплательщика. То есть, все это происходило в рамках банкротства. На торгах реализовать предмет залога не удалось. Ну, здесь, кстати, следует пояснить, что предметом залога был земельный участок, а также объекты недвижимости, которые располагались на нем. Речь идет о кафе и гостинице. То есть, в целом, объект достаточно интересный для банка. Ну и поскольку, как я уже сказал, на торгах реализовать предмет залога не удалось, то банк оставил соответствующий залог за собой. Здесь важно обратить внимание, что налогоплательщик в лице управляющего не стал отражать соответствующие операции в декларации по упрощенной системе налогоблажения. Ну, поскольку считал, что какого-либо дохода он не получил. Однако, налоговый орган придерживался иной позиции и посчитал, что налогоплательщик должен был отразить доход в декларации по УСН в размере стоимости залога. Соответственно, этот спор перешел на рассмотрение судов. И суды трех инстанций в целом поддержали позицию именно налогового органа. При этом было обращено внимание, что, по сути дела, налогоплательщик доход получил в виде право требования к должнику, который не вернул банку кредит. Здесь важно обратить внимание, что на самом деле этот должник, он к моменту банкротства налогоплательщика прекратил свое существование. Ну и вообще это произошло, прекращение существования в 2012 году. Собственно говоря, вот такие обстоятельства и пришлось оценивать Верховному суду. И здесь следует заметить, что Верховный суд встал на сторону налогоплательщика. Во-первых, было обращено внимание, что объектом по упрощенной системе налогоплажения является доход, а не реализация товара. Соответственно, для предъявления претензий налогоплательщику необходимо было установить, получил ли налогоплательщик доход. Далее Верховный суд обращается к понятию метода отражения доходов. В данном случае есть два вида метода отражения – это метод начисления и кассовый метод. Применительно к методу начисления Верховный суд указывает на то, что здесь в качестве дохода признается любое улучшение, увеличение имущественной сферы налогоплательщика. То есть в данном случае речь, конечно, может идти и о денежных поступлениях, но и дебиторская задолженность также рассматривается в качестве дохода. При этом здесь следует понимать, что, по сути дела, дебиторская задолженность – это, скажем так, реальные доходы налогоплательщика все-таки в будущем. Но в любом случае метод начисления предполагает, что это уже доход, который должен учитываться в налоговых целях. Что касается кассового метода, то в отличие от метода начисления, как указывает Верховный суд, здесь доходом признаются денежные средства, либо иные какие-то формы поступления. Но главное, что соответствующий доход характеризуется тем, что он становится источником расходов, в том числе расходов на уплату налога. То есть, в данном случае при кассовом методе в качестве дохода не может рассматриваться дебиторская задолженность, поскольку ей, например, нельзя будет уплатить налог. Ну и далее понятно, что Верховный суд обращает внимание, что по УСН применяется именно кассовый метод. Соответственно, нужно и установить, получил ли налогоплательщик доход в смысле кассового метода. Однако, как обращает внимание Верховный суд, доказательств того, что налогоплательщик получил доход, который следует отражать по кассовому методу, налоговый орган не представил. То есть, таких доказательств нет. При этом было, опять же, обращено внимание, что тот факт, что у налогоплательщика появилось право требования к должнику, не означает, что у него, налогоплательщик, появился доход в понимании, которое используется применительно к кассовому методу. Ну и, как я ранее уже сказал, что соответствующий доход, в общем-то, налогоплательщик и не получит, поскольку право требования ему, пожалуй, не удастся реализовать, поскольку лицо, должник, он прекратил свое существование еще в 2012 году. Наконец, также Верховный суд делает оценку взаимозависимости между должником и залогодателем, то есть между должником и налогоплательщиком и указывает на то, что поскольку отсутствуют какие-либо факты злоупотребления со стороны этих лиц, отсутствуют факты, которые указывали бы на то, что их действия были направлены на получение налоговой выгоды, либо на какие-то иные налоговые злоупотребления, то в данном случае эта взаимозависимость для разрешения дела не имеет значения. В целом, дело достаточно интересное, особенно применительно к определению метода начисления, а также кассового метода, поэтому, конечно же, налогоплательщикам необходимо принять во внимание те выводы, которые сделаны Верховным судом. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.